Всем привет! Давно не виделись. С вами я, Вадя Рассел, и сегодня я делаю обзор на Бельгию. Бельгию! Вы так хотели Бельгию! Долго хотели Бельгию. Я решил, я решил сделать вам обзор на Бельгию. Ребята, в начале видео, потому что я делал прошлое видео, хотел спросить. Хочу спросить, очень интересно, с какого устройства вы смотрите мое видео? То ли это телефон, то ли это телевизор, смарт-тв, то ли это ноутбук, компьютер. Ну, не важно, да? Ну, просто напишите, с какого устройства... Вот, сейчас поставьте на паузу, сейчас поставите. И напишите, с какого устройства и с какого города вы смотрите мои видео. Мне интересно, у меня есть аналитика на канале, но это не совсем то. Я хочу знать, ну, действительно, там показываются страны, я хочу знать, с какого вы города, да? Вообще, как вы меня нашли? Сегодня мы делаем обзор на Бельгию. Это певица Сенек. 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 Синник. Сенек, короче. Песня называется A Matter of Time. Давайте, очень сильно просили, говорили, чтобы я посмотрел. Давайте смотреть. Поехали. Песня идет 3 минуты, 7 секунд. Клип. Что это у нас такое? Почему-то... Ладно. Красиво, где вот это, типа, солнечный зайчик на глазах. В Инстаграме есть такой фильтр. Очень атмосферная песня и клип. Где-то, ну, это... Это не плагиат, но это похоже на Лану Дель Рай. Не нравится девушка, как выглядит. То ли у нее нет макияжа, то ли так ей нанесли, типа, как... Вроде бы его нет. Прикольно вот это на припеве. Запоминающийся. Не зря вы просили, чтобы я Бельгию посмотрел. Знаете, какой это клип и песня? Вот они подходят друг к другу. Просто идеально. Вот песня и клип. Это то, что бывает... Да, ну я потом скажу. Это не то, что атмосферно. Это как-то даже брендово. Это сделано со вкусом. Это не то, что атмосферно. Вау, вы знаете, только что, когда я начал смотреть это видео, я такой подумал, блин, снова медленная песня. Думаю, ну что ж вы так со мной, с меня издеваетесь. Хотя все равно я бы посмотрел, потому что я собираюсь сделать на всех участников реакции. Вот, но потом мне понравилась хорошая, прикольная аранжировка. Песня какая-то атмосферная. И клип, они очень сильно хорошо подходят друг к другу. Это сделано правильно и со вкусом. Я вот это думаю, блин, медленная песня. Но эта песня, чем-то она мне напомнила, как бы, по стилю клипа. Лану Дель Рей и сама девушка такая, вроде бы. Ну, это просто сравнение, понимаете? Это может быть не плагиат. Просто, знаете, это просто сравнение обычно. Да, мы как бы слушаем какую-то песню, мы сравниваем с чем-то другим. Подсознательно даже. Этого даже не понимаю. Это хорошая заявка от Бельгии. Но, знаете, это не так чисто, знаете, сделано... Есть песни, просто пишутся так. Песни, бывает, пишутся для Евровидения. А бывают песни какие-то глубокие, вот. И как же фирмовые, фирменные. Вот, какое я слово думаю. Это фирменно как-то сделано. Очень круто, мне понравилось. И вот это даже клип, я вообще, знаете, я когда смотрю клипы... Или есть клип 16 на 9, вот, который у меня сейчас в видео. Или есть клип с полосками. Вот так вот, видите, типа... Ну, то есть, это формат, еще... Ну, бывает, просто накладывают полоски. Или есть клип в квадрате, да? То есть, как... 4 на 3, или не помню. Как у старой телевизоры. Мониторы сейчас в ноутбуках есть еще. И я очень люблю, когда клипы именно вот определенного формата. Но когда начинаются вот там так, такие полоски, там еще такие, там потом на весь экран, потом вообще в квадрате. Я вообще этого не понимаю. Ну, да, это типа... Ну, блин, ну... То есть, это сейчас так, как бы, можно делать, да? Просто чисто так, снимается все в 16 на 9, а потом уже его, типа, в формате 16 на 9 начинают там резать. В этом случае было прикольно, потому что там, где кадр, где она бега, типа, с размытым, типа, как старое, это вот, они сделали квадрат, чтобы, как бы, показать, что это, как бы, старое видео, что оно что-то там значит. И это подходит, это подходит. Мне действительно понравилась Бельгия. Я заикаюсь, слушайте, вообще, одна проблема. И припев очень сильно запоминающийся, понимаете? Как правильно говорить? Запоминающийся? Я вообще так плохо русский знаю. Запоминаю... Запоминающийся... Вот, я правильно сказал. Вы представляете? Спасибо вам, на самом деле, за Македонию. Македония такая себе, ну, более веселая была, да, более танцевальная. За Бельгию. Это была очень атмосферная песня, очень глубокая, я даже бы сказал. Вам спасибо большое. Знаю, что... Да, нет, у меня будет на очереди следующее. И что-то же еще. А что? Не знаю. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете вообще по поводу этой песни. Вы такие активные в комментариях. Мне так нравится, замечательно, что я... Если вы хотите... Я, бываю, отвечаю, да, замечаете, что я отвечаю. Если вы хотите что-то именно со мной поразговаривать в комментариях, или что-то спросить, вы спрашивайте. Да, то, что вы пишете в комментариях, да, я там ставлю лайки, бываю, отвечаю. А есть, бывают вопросы, я конкретно отвечаю на какие-то вопросы, если вам интересно. Ну, все. С вами был я, Ваня Рассел. До скорой встречи. Я вас сильно люблю. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что не забываете. А чтобы не пропускать мои видео, нажимайте на колокольчик. Он вас будет оповещать, когда мне выходит новое видео. Придет вас такая сверху штука. И будете знать, что у меня вышло новое видео на канале, чтобы потом его посмотреть. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok